Всем привет, друзья! Сегодня изготовим простую, но очень полезную вещь. Шестигранник, латунь, сыпучка. В первую очередь обработаю торцы заготовки. Все-таки люблю я латунь, сыпучку. Превосходно обрабатывается. Это, наверное, лучшее, что придумало человечество. Латунь, сыпучку и алюминий D16T. По крайней мере, для маленьких станков лучше не придумаешь. Следующее, что мне предстоит сделать, просверлить отверстие. Но не насквозь, а с отступом примерно 3 мм от того края. Чтобы отверстие получилось поточнее, сверлю в несколько этапов. Каждый раз меняю сверло на сверло большего диаметра. Я думаю, это понятно. Пройдусь по отверстию разверткой, дабы оно было почище. А вот такая вот деталь получилась в результате. 8, здесь немножечко и 7. Следующая, прицейд просверлить два отверстия. Таким образом, два отверстия 1,5 мм. Для последующей нарезки резьбы М2. Движемся далее. Далее нам необходимо срезать аж вот так вот. Довольно сложно, но возможно. Вот такая вот деталь получилась. Пойдет. Теперь необходимо выточить такое нечто вроде грибка. Из горячо любимого мной латунного шестигранника. Зацентруюсь и подожму заготовку задней бабуленцией. Внутри до конца сверлю отверстие диаметром 4 мм. Вот такая вот деталь получилась. Гриб, он и есть гриб. И вовсе забыл. Нам необходимо в этой детали пропилить паз. Вот такой вот. Произведем предварительную сборку. Пружина. Затем вот этот вот грибочек. И теперь нам необходимо изготовить с этой стороны ограничитель, чтобы эта штуковина не выпадала из этой штуковины. Все понятно, я думаю. Изготавливать буду из вот такой латунной гайки. Самая обыкновенная латунная гайка, дабы все было в едином стиле. Можно было бы задействовать латунный проток, но зажал. Вот такой я жлоб. Накрутил две гайки. Одну будем обтачивать, а вторая будет ограничительной. Два ключа, два коммуниста. Один наш, роднусенький, а второй не наш, китайский. Снова два коммуниста плечом к плечу сотрудничают. Чуть было не забыл. В отверстиях необходимо нарезать резьбу М2. Обязательно. Поскольку после окончательной сборки нарезать резьбу не будет представляться возможным. Поэтому лучше сделать это заранее. Паяльник. Вот что потребуется дальше. Ну, а в то время, пока паяльник сохнет, произведем сборку. Пружина, толкатель и с этой стороны гайка. Гайка не накручивается, а запрессовывается. Вот так вот. Последний элемент нашего устройства. Небольшой отрезок гнущегося пластика. Пластика-резина, я его называю. Винтами М2. Закреплен. Уверен, что кто-то уже стопудово догадался, что это за вещь. Ключ для патрона сверлильного. Устанавливаем. Защелкнулся. Резь. Готов. Резь. Зафиксирован. Опа. Все происходит быстро и непринужденно. Готов поспорить на бутылку водки, что у вас ключ на вашей дрели закреплен на синюю изоленту. Обязательно на синюю. Я же предлагаю вот такую конструкцию. Да, пришлось потратить время на ее изготовление, но конструкция очень проста и довольно удобна. В случае необходимости можно вытащить ключ и работать с патроном. Можно же ключ не вытаскивать, а работать непосредственно с этой держалкой. К сожалению, показать я не могу, поскольку ключ не для стандартного патрона и не для дрели я изготавливаю. Но устройство может с успехом использоваться на самой простой дрели. Уверен, что это гораздо технологичней, эстетичней и практичней, чем использование изоленты. Пишите свое мнение в комментариях, жм руку, но пасаран, как всегда, пока.